Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулис, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Приношу вам свои извинения, что мы так поздно начинаем передачу Культурная среда У нас возникли технические проблемы И мы не смогли с ними справиться И в итоге сегодняшняя гость Замечательная пианистка Музыковед Юлия Казанцева из Москвы Мы не смогли с ней соединиться по скайпу А так мы хотели рассказать о Петре Ильиче Чайковском И его цикле «Времена года» Немного буду рассказывать я вам сама сегодня Но в начале все-таки наша афиша Культурная среда И в ближайший четверг будет выступать Алексей Калисников Рижанин, выпускник Московской консерватории Это человек-оркестр, можно сказать Он играет и в классических жанрах Очень яркое звучание чекона Иоганна Себастьяна Баха В его исполнении И в последнее время он стал исполнять соло-концерты Если, например, органные концерты Это не новинки, фортепианные концерты То, конечно, сольно-скрипичные произведения И не так часто можно услышать Но чтобы еще и целый концерт То вот именно на такие мероприятия Приглашает Алексей Калисников В его репертуаре произведения от эпохи барокко И до импровизации XX века Он большой мастер кельтских, ирландских импровизаций Очень оригинальный, интересный интерпретатор Не пропустите этот концерт 20 августа в 19.00 А зал это Кока Рига Рядом с церковью Святого Павла Адрес Красота Илла 12 Такой замечательный концерт С участием Алексея Колесникова Также в четверг Концерт в Домском соборе Продолжение международного духовного фестиваля И он будет посвящен Выдающемуся композитору XX-XXI века Грузинскому композитору Гео Кончели И будет звучать целиком его музыка Выступает Государственный академический хор Латвия Лиепайский симфонический оркестр А также Янис Порьетис Труба И дирижер Марис Сирмайс И в программе, как я уже сказала, Гео Кончели А также произведение латвийского известного Одного из самых ярких композиторов Это Рихард Дубра Это также в четверг, 20 августа в Домском соборе 21 августа нам подарят много самых интересных программ В доме Дайлис будет выступать Раймонд Пауз В Домском соборе будет продолжение фестиваля органной музыки И посвящен юбилею Людвига Ивана Бетховена Которому в этом году исполняется 250 лет За органом Айварс Каллэйс И сопрано Инга Шлюбловска-Канцевича Вы знаете, на самом деле Произведений для органа У Людвига Ивана Бетховена Можно сказать, ничтожно мало Это всего несколько произведений Для механических часов Во времена Бетховена, Моцарта, Гайдена Были распространены такие механизмы Часы Которые были огромными на всё От пола до потолка И как раз там находился внутри Подобие шарманки Именно для этого Для этих часов писали произведения классики Почему-то они абсолютно отошли От грандиозного звучания церковного органа И стали писать музыку для механических часов И вот послушать музыку Бетховена В Домском соборе Я приглашаю 21 августа, в пятницу И на этот концерт мы разыгрываем два билета Первый позвонивший в нашу студию По телефону 672-12-939 Или 672-13-939 Получит два билета на этот концерт Посвященный 250-летию Выдающегося немецкого композитора Австрийского композитора Людвига Ван Бетховена Вот уже есть первый звонок Алло, здравствуйте Добрый день Всегда слушаю вашу передачу Спасибо Уже даже один раз выигрывал билеты Ходили уже в Домский собор Уже ходил в Домский собор, да Мы на органный концерт ходили с супругой Прекрасно Очень понравилось Значит, вы уже знаете схему После нашей передачи Позвоните мне, пожалуйста, по телефону 220-929-00 И я расскажу, как забрать билеты в Домский собор Так вот, дорогие друзья, мы разыграли Два билета в Домский собор На Международный фестиваль органной музыки Бетховену 250 лет В этот же день Еще один интересный концерт В камерном зале Артиссимо Выступает трио Марка Веленского Это молодой, еще начинающий Ну, можно сказать, подающий большие надежды Музыкант Только в этом году окончил Академию музыки И в его трио также выступает Савва Зихт Также выпускник этого года Академии музыки Аккордеонист И Павел Трофимов Контрабасист Программы их от Бах и Пьецола Это две программы, которые они блестяще Исполняли в предыдущем году Бах они исполняли на Рождество Фестивале Рижской филармонии А Пьецола у них уже сложившаяся программа Нескольких лет Очень вдумчиво, очень интересно Они подходят и к выбору произведений И к аранжировкам Ведь тот же Аган Себастьян Бах Например, ария из месосиминор Будет звучать в переложении для виолончели Аккордеона и контрабаса Виолончель будет выступать и как скрипка И как виолончель Такой сольный голос Аккордеон будет подобен органу А контрабас замещать все низкие струнные инструменты И создавать определенную такую басовую подушку Если можно так сказать Такая замечательная программа В камерном зале Артиссима У Инны Давыдовой И эта программа Также сегодня в 19.00 в Артиссиме И в пятницу Марк Веленский и его трио Бах и Пьецола В этот же день я приглашаю и на свой концерт В старую церковь Святой Гертруды Это улица Гертрудес 8 Там установлен потрясающий орган Zauer Трехмануальный на 45 регистров Орган был восстановлен Благодаря и всеми нами любимой органистке Евгении Лисицыной Которая долгие-долгие годы Играла бесплатные концерты И все деньги шли на сбор средств На реставрацию органа И конечно же огромную роль сыграл Айгорс Рейнис Сейчас он художественный руководитель И музыкальный директор Домского собора Также там главный органист А в те времена он был главным органистом Церкви Гертруды И орган там звучит потрясающе Такие тембры, краски И мы подготовили очень интересную программу Времена года Петра Ильича Чайковского Это произведение написано для фортепиано-соло И изначально Петр Ильич Чайковский Писал его для музыкального журнала По заказу редактора По одной пьесе в месяц Начиная с января Позже все было опубликовано в одном сборнике Были также опубликованы замечательные гравюры И стихотворные эпиграфы В начале каждой пьесы Наподобие времен года Антонио Вивальди И действительно неизвестно Насколько Петр Ильич Чайковский Ссылался на эти эпиграфы И на эти стихотворения своих современников Там есть и Фетт, и Тютчев И есть классики стихотворения Александра Пушкина Но когда публиковали сборник Он был не против того, чтобы эти эпиграфы стихотворения Были опубликованы И несмотря на то, что этот цикл Он был 12 месяцев Создан для фортепиано В начале, где-то в середине 20 века Известный симфонический дирижер Гакель Александр Гакель Сделал переложение для симфонического оркестра Это огромная, грандиозная работа И там уже произведение звучит совершенно иначе Потом основоположник Московской органной школы Александр Федорович Гедике Который помимо того, что вел класс органа в консерватории И как раз основал этот класс в Московской консерватории Он также и вел класс камерного ансамбля И славился тем, что делал большое количество Самых разнообразных аранжировок Переложений как для органа Так и для струнного квартета Или для фортепианного трио Фортепианное трио называлось ансамбли В которых участвовала фортепиано Я помню, когда училась сама еще в музыкальной школе И нам говорили фортепианное трио Я представляла, что одновременно играют три пианиста На трех роялях Но нет Фортепианное трио – это фортепиано, скрипка и виолончель Так вот, Александр Федорович Гедике Сделал гениальное переложение Времен года Петра Ильича Чайковского Для фортепианного трио И мы уже по этим нотам сделали переложение Для скрипки, виолончели и органа Наша транскрипция получилась чем-то средним Между фортепианной версией и симфонической Потому что орган, конечно, подобен симфоническому оркестру Но в то же время из-за того, что в нем нет таких механизмов И нет таких возможностей, как в симфоническом оркестре или фортепиано Делать такие диминуэндо, крещендо Это все делается с помощью включения и выключения регистров И мы стремимся передать всю ту палитру, всю ту красоту Которую написал Петр Ильич Чайковский Но также отталкиваясь и от симфонического переложения гакеля А исполнять будет наше уже сложившееся давно трио Это известный рижский скрипач Концертмейстер группы скрипок Симфонического оркестра Латвийского оперного театра Юрий Савкин На виолончели будет играть выпускница Московской консерватории Ирина Валежанина, виолончелистка Сейчас она преподает в Балдырайской музыкальной школе И является заведующей кафедрой струнных инструментов Транскрипция потребовала огромного количества времени Потому что и переделать это все на орган И вместе сыграться И получилась очень интересная и яркая программа И также мы разыгрываем два билета на этот концерт 21 августа Петр Ильич Чайковский Времена года в 19.00 В старой церкви Святой Гертруды Получит два билета Первый позвонивший по телефону 672 12 939 Или 672 13 939 Петр Ильич Чайковский Времена года продолжительностью где-то 50 минут И поэтому я решила добавить в программу Произведения русских органных композиторов Вообще с органной музыкой в России Достаточно скудно Вот у нас есть звонок Алло, здравствуйте Добрый день Я по поводу конкурса на орган Да Петр Ильич Чайковский Времена года в старой церкви Святой Гертруды Пожалуйста, как вас зовут? Норманд Норманд Позвоните, пожалуйста, мне после передачи По телефону 220 929 00 220 929 00 Спасибо, до свидания В этой программе Помимо времен года Петра Ильича Чайковского Прозвучат органные произведения Русских композиторов Это Христофор Кушнарев Пасакалия Фадея Сминор Все пасакалии После того, как создал Свою гениальную пасакалию До Минор Иоганн Себастьян Бах Можно сказать, что все органные пасакалии Это реминисценции Воспоминания И Такое Отдача дани Творчеству и гениальности Иоганн Себастьяна Баха Почти все пасакалии Построены по образу и подобию Пасакалии До Минора Иоганна Себастьяна Баха И по форме И по развитию Но в то же время Каждый век Привнес новое Если пасакалии Йозефа Райнбергера Это начало 19 века Оскара Вермана Это середина 19 века Они романтические И В них определенный музыкальный язык Регер Макс Регер Конец 19 века Это более сложная музыка Но в то же время В ней слышится Вот это начало Иоганна Себастьяна Баха И так же Отталкивался от пасакалии До Минор Христофор Кушнарев В создании своего Произведения Это грандиозное Органное произведение Не так часто Его можно услышать Потому что Это и начало 20 века Потому что И огромное количество Произведений Для органа Создано И всегда больше Хочется играть Классику Но это произведение Которое Которое Достойно Стоять в одном ряду И с Регером И с Райнбергером И конечно же С гениальной Пасакалия Иоганна Себастьяна Баха И это произведение Играло несколько раз Уже И в церкви Святого Павла И в англиканской церкви И вот сейчас Будет оно исполнено Вместе с Петровичом Чайковским Времена года Дело в том Что каждый орган Уникален И иногда Из-за регистровок Из-за того Как мы настраиваем Тембры в органе Когда мы выписываем Эту партитуру На это уходит Огромное количество Времени Иногда На одно произведение Уходит до трех часов Только для того Чтобы расписать Все краски Всю палитру Этого произведения И Оно настолько яркое Начинается С тишайшего звучания И показывает Все тембры Все краски органа Доходя до Грандиозного звучания Тут те органы Это когда включены Все регистры Этого Грандиозного инструмента В церкви Старой Гертруды Помимо Кушнарева Это начало 20 века И кстати Про этого композитора Очень тепло Отзывались Все петербургские Композиторы Он написал Еще так же Грандиозную Сонату Для органа Она исполняется Еще реже Конечно Чем по Сакале Так же Будет исполнено Еще одно органное Сочинение Уже московского Композитора Сергей Иванович Танеев Хоральные вариации Это опять В стиле Иоганна Себастьяна Баха Это форма Когда вначале Звучит хорал У гобоя Или у какого-нибудь Язычкового инструмента Тембра А затем Вариации Которые развивают Эту тему Очень проникновенное Интересное Лиричное Произведение Сергея Ивановича Танеева Который долгое время Преподавал В московской Консерватории И конечно же Дружил с Петром Ильичом Чайковским И оказал большое влияние На его творчество И Также прозвучит Еще произведение Которое не написано Было специально Для органа Это Сергей Васильевич Рахманинов Прелюдия Дудис Минор Для органа Был такой Издатель Французский По фамилии Жубер В 20 веке Он обратился Ко всем Русским Композиторам С просьбой Написать Хотя бы Одно Сочинение Для органа Для того Чтобы издать Во Франции Антологию Русской Органной музыки Ведь представьте Петр Личайковский Который Обучался В Санкт-Петербургской Консерватории Он не написал И Он играл на органе Замещал своего преподавателя В Петере Кирхе И Он не написал Ни одного Сочинения Для органа Он использовал орган Только как краску В симфонии Манфред И Жубер Хотел Исправить Он ко всем Абсолютно Обратился С просьбой Написать Хотя бы Одно Сочинение Откликнулись Достаточно Немного Композиторов Это Сергей Иванович Таниев Который Будет Прозвучить Как раз 21 августа Это Сергей Липунов Александр Катуар Еще Несколько Композиторов Которые Неизвестны Широкой Аудитории Но И тем не менее Эти произведения Они Входят В репертуар Каждого Русского Органиста Потому что Нам очень важно Также исполнять Нашу русскую музыку Вот Латвия В этом смысле Идет Гораздо С опережением Потому что В 20 веке Написано Такое количество Именно Органной музыки Это и Дубра И Заринч Очень много Интересных Произведений И очень жаль Что Русские Композиторы Обошли Своим Вниманием Орган Но Тем не менее Существует Много Транскрипций Так вот Сергей Васильевич Рахманинов Не написал Ни одного Сочинения Для Органа Он В первую Очередь Конечно Фортепианный Композитор И Прелюдия До Диас Минор Это Колокольное Произведение Трагичное Драматичное И Оно Существует В огромном Количестве Версий Для Органа Ее перекладывали И немецкие И французские И Американские Композиторы Делали Самые Различные Транскрипции Для Органа И Из великого Множества Я выбрала Версию Французского Композитора Транскрипцию И Она звучит Очень ярко Интересно И Вот Как раз Прозвучит 21 августа Вместе С Петром Ильичом Чайковским Два Московских Композитора Прославивших Россию На долгие Долгие Века Что же у нас Дальше В культурной Программе На самом деле Карантин Создал Такие Сложности Когда Не все Могут Как бы Соблюдать И дистанцию Потому что Зал Может вместить Себя Почти В три раза Меньше Чем До этого И не все Организаторы Могут Позволить Себе Проводить Мероприятия И в сравнении С предыдущим Годом Конечно Афиша Достаточно Бедная Но тем не менее Мероприятия Которые даже есть Очень яркие И интересные Так Во вторник 25 августа Опять-таки Домский собор В 19.00 Бах Мендельсон И Малер Будет звучать Оркестр Рига А за органом Янис Пельше Дирижер Валдис Бутанс В программе Как я уже сказала Бах Мендельсон И Малер Мне кажется В Домском соборе Очень интересно Это услышать Это во вторник 25 августа 27 августа Мы немножко С опережением Проходим В камерном зале Артиссимо Будет выступать Максим Бусал Вокал И Аустрис Канненш Фортепиано Очень яркая Программа Джазовые хиты Всего мира Эта программа Была Одной из первых После карантина В июне И билеты Тогда все Были Распроданы Буквально За один Два дня И сделали Дополнительный Концерт Как раз 27 августа Не пропустите Этот концерт У Инны Давыдовой В концертном зале Артиссимо Очень необычная Атмосфера Камерная Это наподобие Музыкальных салонов В дворянских Семьях Которые Были В XIX Веке Если вы читали Если помните Салон У Элен В войне Мира У Льва Толстого Это наподобие Этого И очень многие Пишут И у Пушкина Конечно В Евгении О Нигине Это вот У Инны Создана такая Атмосфера Она встречает Гостей И также Тем, кто Любит Вино Предлагается Бокал вина И можно После концерта Пообщаться с музыкантами В неформальной Обстановке Вот такая наша Афиша На этой неделе Но это были Все концерты По билетам Но также Есть у нас Просветители Те, которые Стараются делать Концерты Понимая, что Далеко не у каждого Человека Есть возможность Купить билет Очень много Концертов Бесплатных Благотворительных Где вход за пожертвование Можно положить Столько, сколько Вы можете себе позволить И это концерты В Англиканской церкви Каждый день Каждую среду В 13.00 Там выступают И большие профессионалы Также и Недавние выпускники Или студенты Академии музыки Также концерты Продолжаются В старой церкви Святой Гертруды Еще в августе Две субботы Подряд Будут выступать Органисты Кристина Адамайте И Лариса Царькова Концерты Концерты проводятся Как я уже сказала Это благотворительные За пожертвования Есть еще концерты В Домском Но это, конечно, уже За плату Каждый день Кроме воскресенья Концерты Пикколо В 12.00 И там можно Ходить каждый день И послушать Всех органистов Риги Узнать Кто как играет Сравнить Мастерство И в Домском Соборе Действуют Льготные Действуют Скидки Льготным Категориям Граждан 50% И Мне кажется Очень интересно Если у кого Отпуск Можно было бы Каждый день В 12.00 Сходить И послушать Как играют Органисты По просьбе Художественного Руководителя Домского Собора Айгора Рейниса Сделано так Чтобы все Программы Были яркими И интересными Потому что Ведь в первую очередь Домский Собор Приходят Туристы Познакомиться С этим Грандиозным Инструментом И Как раз Должны Звучать Яркие Интересные Произведения Чтобы Людям Захотелось Еще И еще Раз Пойти На концерт Органной Музыки Уже На полноценные Часовые Вечера По вторникам Или пятницам Я С удивлением Обнаруживаю Что очень многие Рижане Еще Ни разу Не бывали В Домском Соборе Ни разу Не бывали В старой церкви Святой Гертруды Где вот у меня Будет концерт 21 августа И я вас призываю Исправить это Потому что Орган Это действительно Король инструментов Его Грандиозное Звучание Может Поразить Самое Сердце И Это Может быть И тишайшая Лиричная Музыка Это может быть И грандиозное Звучание Всех Всех Регистров Органа Но Никого Никогда Орган Не оставит Равнодушным Такая 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 У нас Культ Неделя Классической Музыки В основном Это Органная Музыка Но Как я сказала Что есть И замечательные Звездочки Вставки В нашу Органную Культуру Это Еще раз Повторю И приглашаю На концерт Алексея Колесникова 20 августа Завтра В 19.00 В Коку Ригу Красота 12 Я с вами прощаюсь Дорогие друзья Очень надеюсь Что Больше у нас Не будет Технических Неполадок И Культурную Среду Мы будем Проводить Обязательно С кем-то Еще Из гостей Которые Будут вам Рассказывать Интересные Вещи Из мира Классической Музыки С вами была я Елена Привалова До новых встреч Слушайте Классическую музыку Радио Болтком